Что вы думаете по поводу того, что сорвались сегодня сборы и почему так получилось? Чтобы не было не прописано. Я знаю одно, что комиссия, которая у нас сидела, люди, которые сидели на списках, они конкретно знают людей и конкретно выдавали им талончики только тем, которые здесь проживают с пропиской. Не может такого быть, чтобы там кто-то мог проскочить. Но им так показалось, что кто-то прошел без прописки и это все так произошло. Не дали провести. Значит, мы будем делать сейчас рабочую группу с недели, новую, создадим. И в дальнейшем мы можем провести референдум. Но вы были заинтересованы в том, чтобы провести эти своды? Мы заинтересованы, мы подготовились к тому, чтобы провести, мы подготовились даже для того, чтобы провести тайное голосование. Мы сделали бюллетни, чтобы люди могли прийти, далончик сдать, получить бюллетни, тех же самих людей, пройти в кабинку, проголосовать, как они считали нужным. И в дальнейшем, например, уже могли бы знать открытую позицию села. Вот представитель Скоминтерновского района сегодня сделал такое заявление, что здесь были привезенные люди, якобы с припортового завода. Люди в толпе говорят о том, что привезенные были из ТИСа. Как вы к этому относитесь? Да, я не могу вам сказать конкретно, я этого не знаю, то, что привезли. Знаю просто, что просили, были автобусы, которые могли подвезти стариков, которые могли прийти с улицы. Они просили, наверное, там Севертранс, я вижу автобусы, и они подвозили. Вот это я только знаю. То, чтобы кого-то привозили, морда, это для меня. Может быть такая информация действительно. Но вы знаете своих жителей, вы видели, кто здесь находился? Здесь были все ваши или были все-таки посторонние? Я вижу просто, конечно, я не могу сказать просто, конечно, посторонние были, потому что было у нас среди них много гостей, которые они просто не регистрировались, они были как гости. Посторонние были, да. Вот люди, жители Сочавки говорят о том, что представители государственного аппарата, работников садиков, школ, депутатов запугивают и говорят о том, что если вы проголосуете за присоединение к Южному, вы потеряете работу или там? Нет, такого нет. Такого даже не слушайте. Не может такого быть. Нам просто позиция людей важна, и никто никому... Как это мы можем... У нас нет предприятия, чтобы кого-то увольнять и кого-то там запугивать. У нас работники, вы же сами знаете, школа, это учителя, которых тяжело даже найти на эту работу. Так же само в садике, в сельском совете, вы так же сами понимаете, что не может такого быть. Но компания ТИС проводит активную агитацию здесь, правильно? Нет, конечно. Нет? Нет. Но вот люди говорят, что были встречи с представителями ТИСа и они... А, они приезжали, тут так же само приезжали и руководители Южного приезжали, и одновременно и с ТИСа были, мы в Домокультуре собирались, обговаривали, давали слово, что одной стороне, что другой. Это просто игра честная, нет только того, чтобы там цель направленно. Дают выслушать и позицию Южного, и так же саму позицию Визирка. Ну, сейчас вот, вы же сами слышали, что была такая инициатива, что даже если почему... Почему Визирка центром, а не Сычалка? Вот сейчас будут даже вот поднимать такое, что если вы хотите, чтобы это было Визирка, то с центром Сычалка. А как вы относитесь к заявлению Навадского в конце сборов, так сказать, несостоявшихся сборов, что медицина в Южном будет бесплатной для жителей Сычалки, и с завтрашнего дня будут обговариваться эти условия, я так понимаю, договоренности с вами? Это мэра города в плане того, что он не отказывает людям, что они будут сотрудничать с Сычалкой, они так же само заинтересованы, то же самое, как и ТИС. Они говорят, что мы тоже хотим, а люди хотят помочь. Люди говорят, мы будем смотреть, и кто действительно какую-то помощь будет указывать, так это еще будет больше доверия, кому присоединиться. То есть борьба сейчас будет на этом уровне за людей? Да, и потом будет больше доверия в людей, кому им будет. Ну, вы как сельский голова, вы будете идти на эти партнерские соглашения с тем же Южным? Да, конечно, да. Мне просто самое главное, что важно мнение людей, которые именно заинтересованы в этой помощи, и почему бы нет, чтобы они ее получали. Конечно, будет. А вы сами к какому больше варианту склоняетесь? Южный или все-таки вот другой вариант какой-то? Я не могла сейчас это сказать, я просто нейтральную позицию занимаю, потому что я еще так не определился. Я хочу просто увидеть саму позицию людей. Я не могу просто говорить, если я буду говорить, что я хочу в Южный или в Визирку. Вы будете смотреть по ситуации как село, да, пожалуйста? Да, я буду просто как село. Моя идея, если так разобраться, моя позиция была, чтобы остаться самим по себе. Ну, так, мы тоже достаточно сельский совет, который могут сюда вытянуть в дальнейшем. У нас будут поступления, неплохие бюджеты. У нас получается сейчас, в данный момент, с Нового года и школа, и садик, и дом культуры, и больница, они будут государственного бюджета. У нас получается обслуживаться, и у нас деньги, которые мы тратили, например, на детские садики, на дом культуры, они будут оставаться в сельском совете, где можно тратить, например, на все остальное, что там необходимо для жителей. А когда следующие все-таки слушания будут? Следующие слушания будут, мы должны сейчас, с завтрашнего дня, подготовить, просмотрят юристы, посмотрят положение, создают группу, опять же, рабочую, и определимся конкретно уже в дате. Вы будете знать, потому что мы будем в газете печатать. Хорошо, а они будут уже прозрачные в плане регистрации? Мы просто уже так, я так говорю, что подготовлено подойдем к этому вопросу, чтобы это все, вплоть до того, что даже, может быть, провести референдум, чтобы люди пришли и заявили свои желания. Это будет сейчас рабочая группа заниматься. Но у местной власти нет пока такой возможности проводить референдум, законодательно. Ну да, такого нет, но вот рабочая группа будет работать в плане того, чтобы будет консультироваться выше, узнавать, если вот, например, что такое состоялось и не прошло, или же будет так, что будем готовить, уже конкретно подготовиться к следующей встрече, чтобы люди взяли паспорта, все необходимое, чтобы не было срыва. Но опять же, кто-то может найтися и сказать, что вот кому-то это выгодно, просто чтобы это не состоялось. Так кому выгодно? Ну если вот люди вошли, нам было невыгодно, мы готовы были проводить, но видите, со стороны, один парень вошел, сказал, что как это может быть, чтобы быть паспортовым. Ну, дал такую, закинул удочку и все, и понеслось.